13-летняя Лиза Харлап на альбомном листе старательно рисует яркое солнце. На первый взгляд действие кажется банальным. Однако для мамы девочки это настоящее чудо. Её ребёнок родился с диагнозом ДЦП. Потому тот факт, что Лиза держит в руке карандаш, уже достижение. За 10 лет в коррекционном центре её научили многому. В эмоциональном плане, конечно, если бы мы не посещали центр, я не представляю вообще, как бы это было. То есть это наш второй дом. Здесь педагоги все очень квалифицированные. Поэтому ребёнок развивается во всех смыслах. И физически, и духовно. Специалисты отмечают, завлечь малышей только занятиями за партой сложно. Здесь на помощь приходят девайсы. В прошлом году, благодаря институту Белгоспроект, материально-техническая база центра пополнилась интерактивным столом. Надо все в корзинку собрать. Давай. Кроме родных программ, которые предусмотрены в умном устройстве, сейчас специально для особенных детей разрабатывают и авторские. Мы знаем, что современные дети, ну, в общем, все очень достаточно быстро осваивают гаджеты. Наши дети тоже не исключение, потому что им это интересно. Это гораздо интереснее, чем взаимодействовать просто с картинками, с фотографиями. Здесь можно пальчиком привести картинку в движение. Практичным подарком для коррекционно-развивающего центра, и в частности для Лизы Харлап, стало приспособленное авто для колясочников. Оно появилось два месяца назад. Здесь, кроме комфортной начинки, особое внимание и к внешнему виду транспорта. Установлены даже проблесковые маячки. А при открытии двери загорается оранжевая лампочка и глохнет двигатель. Это для безопасности. Даже при малейшем ее не закрытии, она тоже заглохнет. И никак ее не заведешь, пока дверь полностью не закроешь. Есть видеокамера установлена у нас над средней дверью. Также я постоянно наблюдаю за детками, когда делаем посадку их. Специальный автомобиль для подвоза детей к месту учебы и обратно проспонсировал Бобруйский горисполком и Могилевский обл.сполком. Раньше в центре была такая услуга, но приходилось перемещать детей с коляски в салон на руках. А это усложняло жизнь ребят, педагогов и родителей. Теперь же в центре созданы максимальные условия для развития детей.